Привет, друзья, с вами канал НИИИ Мозги. Вашему вниманию подборка новостей из мира ИИ, нейросетей, генеративных моделей и чат-ботов. Илон Маск считает ИИ главной угрозой человечеству и удивляется, почему у нас до сих пор нет органов надзора над ИИ. Повлиять на это мы не можем, но можем предложить орган обзора ИИ. Предупрежден, значит вооружен. И в этом дайджесте ИИ стал генеральным директором компании в Китае. Нейросеть DALI научилась дорисовывать картины, а Яндекс научил камеру распознавать текст на 47 языках. Погнали! Китайская компания NetDragon Websoft, производящая мобильные игры, объявила о назначении виртуального человека Тан Ю генеральным директором дочерней компании Fuji NetDragon Websoft. Тан Ю будет принимать решения по вопросам повседневной деятельности компании, играть решающую роль в развитии персонала, а также поможет создать справедливые и равные условия для всех сотрудников. Как думаете, в какой еще крупной компании было бы неплохо заменить генерального директора на ИИ? Пишите в комментариях. Искусственный интеллект стал угадывать слова в голове людей с точностью до 73%. Мета-исследователи в Париже построили языковую модель ИИ, состоящую из 56 тысяч часов речевых записей на 53 языках. Затем они попросили 169 добровольцев прослушать истории и фразы из классических произведений, вроде «Алиса в стране чудес», пока их мозг сканировали. Измеряя сигналы мозга, ИИ смог расшифровать то, что человек услышал из истории. Таким образом, мозг добровольцев выступал в качестве посредника между ИИ и записью, давая Мете мощный инструмент для понимания мыслей по данным мозга менее чем за три секунды. Тем не менее, машина почти не имеет практического применения из-за своей дороговизны. Другая проблема заключается в том, что ИИ обучался только на ограниченной выборке языковых данных, что очень затрудняло его обычное использование. Все потому, что язык бесконечен и может использоваться по-разному. А вот Яндекс ввел более применимое нововведение и научил камеру в приложении распознавать текст на 47 языках. В камере в приложении Яндекса появился режим «Текст», который сервис с помощью нейронных сетей сможет распознать на 47 языках. Одна сеть ищет текст на картинке, другая распознает буквы и слова. К слову, та же технология применяется для режима «Перевод». Текст можно сохранить, отправить или использовать для поиска, что будет весьма полезно в случаях, когда нет возможности набрать текст вручную. Возможно, искусственный интеллект даже сможет расшифровать эту надпись, но мы не уверены. Нейросеть Google предсказала запах молекул по их структуре. Исследовательская лаборатория Google Research представила карту основных запахов, с помощью которой можно определить запах молекулы по ее химической структуре. С помощью предложенного подхода ученые могут в том числе предсказывать запахи неизвестных молекул. Первую версию этой модели ученые представили еще в 2019 году. В ней графовая нейросеть ставила в соответствие химическую структуру отдельных небольших молекул с их запахами и размещала их в многомерном пространстве, в котором расстояние между молекулами соответствует сходству их запахов. В новом исследовании ученые модернизировали модель, превратив многомерное пространство с кластерами дискретных точек в непрерывную карту. По словам авторов, новая карта учитывает все отношения между перцептами, расстояние и возможную иерархию. Она устойчива к прерывистой структуре пространств химических структур и словесных описаний, поэтому с помощью нее можно предсказывать запахи молекул неизвестных нейросети. Авторы утверждают, что эту карту можно использовать и для решения вопросов фундаментальной биологии и здравоохранения, ну или наконец-то понять, чем это таким непонятным пахнет на лестничной клетке из квартиры соседей. Искусственный интеллект поможет спасти пчел Неочевидная проблема, которая, очевидно, нуждается в решительных действиях. Начиная с 1990-х годов пчеловоды мира бьют тревогу. Необъяснимо и массово гибнет медоносная пчела – важный элемент биосистемы Земли. И гибнет так усердно, что к 2035 году пчелы могут полностью исчезнуть. Это тревожная новость и не только для любителей меда, но и для человечества в целом, ведь именно пчелы отвечают за благополучное размножение опыляемых растений. К счастью, исследователи из SAS Institute спешат на помощь. Спасти жизнь пчел поможет система биоакустического мониторинга, предназначенная для неинвазивного слежения за состоянием ульев. Система использует в работе элементы ПО SAS Event Stream Processing и SAS Viya, а также интернет вещей, визуальный анализ и машинное обучение. Разработка позволит прогнозировать и предвосхищать причины распада пчелиных колоний. Кроме этого, система позволяет контролировать вес улья, температуру, влажность и акустику внутри – все те параметры, которые сложно отследить вручную, но которые являются важными для благополучия пчелиного царства. Короче, система «Умный дом» уже не в моде. Вот «Умный улей» – совсем другое дело. Оставить наследство потомкам можно теперь и в виде своего голоса. На платформе My Legacy Voice доступно создание и хранение аудиозаписей. На их базе ИИ сможет разработать голосового клона. Это пригодится, если человек не может говорить из-за болезни или родственникам усопшего захочется услышать его голос. А теперь пара новостей на злобу дня. Нейросеть описала три варианта развития шестой волны коронавируса в России. Сервис аналитики и прогнозирование «Этно» от Тинькофф рассчитал ориентировочные сроки окончания текущей – шестой с начала пандемии – волны заболеваемости COVID-19 в России. Прогноз составлен на основе анализа данных из открытых источников по числу заболевших и выздоровевших за период с 12 марта 2020 года по 31 августа 2022 года. Согласно умеренному сценарию, Россия в настоящее время проходит пик шестой волны, которая должна закончиться 3-9 октября. При оптимистичном сценарии развития ситуации предполагается, что волна COVID-19 завершится 10-15 сентября, но, кажется, это не тот случай. По пессимистичному прогнозу, описанному нейросетью, пик заболеваемости в России придется на 27 сентября-2 октября и завершится уже в ноябре. Уже выбросили все старые маски из курток? Если нет – пока не выбрасывайте, на всякий случай. В России запустили Telegram-бот, который автоматически расставляет в текстах маркировки иноагентов, экстремистов, запрещенных организаций лиц. По словам создателей сервиса «Слеза», это поможет пользователям избежать штрафов. Бесплатный Telegram-бот проверяет текст на наличие фамилий и названий организаций из запрещенных списков и отправляет текст обратно с необходимой маркировкой. В скобках будет указана информация о том, что этот человек, например, внесен в реестр СМИ иноагентов. А теперь к рубрике «Нейроарт», ведь, кажется, в этой области ИИ особенно преуспел. Искусственный интеллект создаст полнометражный фильм практически с нуля. Немецкий экспериментатор Фабиан Штельцер намерен создать фильм при помощи искусственного интеллекта. Он опубликовал первые наработки – сцену из будущей ленты, которая получила название «Соль». Сценаристом, режиссером, оператором и монтажером картины выступит нейросеть. Штельцер планирует использовать для создания фильма общедоступные программы «Meet Journey», «Dali 2» и «Stable Diffusion». Каждая из нейросетей получит свою задачу. Одна будет отвечать за генерацию изображения, другая – за голоса персонажей, а третья будет использована для создания спецэффектов. Для работы искусственному разуму предоставлена лишь завязка сюжета и описание общей стилистики. Не будет ни актеров, ни декораций, ни съемочной группы. Интересно, фильм в итоге получится лучше «Защитников» от Андреасяна или «Да». OpenAI представляет Outpainting – новую функцию, которая помогает пользователям генерировать новые визуальные эффекты, расширяющие границы любого заданного изображения. На изображении видно, как «Dali» с помощью человеческой подсказки воображает, что находится за кадром портрета Иоганна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой». При этом, даже из ограниченной информации, предоставленной портретом, система дорисовывает объекты в соответствии со стилем Вермеера, имитируя тени и блики оригинала. Как и другие системы ИИ, преобразующие текст в изображение, модель требует, чтобы люди описывали новые визуальные эффекты. Поэтому в некоторых случаях расширенные изображения выполнены в одном стиле с исходными произведениями, а в других случаях получается постапокалиптическая Мона Лиза. Рентген, искусственный интеллект и 3D-печать воспроизвели утраченную работу Ван Гога. Дело в том, что лет так 135 назад бережливый художник использовал холст картины, где изображены два борца, для создания новой картины с изображением цветов. Однако сегодня исследователям удалось разработать такой комбинированный процесс, где рентгеновские лучи определили края картины и создали контуры фигур. Потом нейронка, наученная на сотнях работ Ван Гога, предсказала стиль цветов, деталей и мазков. А 3D-принтер воссоздал конечную работу. Конечно, мы не знаем, реально ли так выглядела картина, но это максимально приближенный к оригиналу вариант. Сеть. Заполонили коты-рыцари, созданные с помощью нейросети. Изображения получились настолько реалистичными и качественными, что многие пользователи не верят, что они созданы с помощью ИИ. Необычные коты нарисованы нейросетью Stable Diffusion. Ее принцип работы похож на уже знакомую многим Мид Джонни. Пользователь вводит текстовый запрос, выбирает параметры изображения и получает сгенерированную картинку. Например, первый, вот этот котик, получился в результате запроса. Кот-рыцарь, портрет, мелко детализированные доспехи, замысловатый узор, серебро, шелк, кинематографическое освещение, 4К. Но не котами едиными. Пользователи пошли дальше и создали не менее впечатляющих воинов – собак. Кажется, нас ждет весьма эпичный ремейк древнего фильма «Кошки против собак». Ну и на десерт покажем вам работы от наших подписчиков, сделанных через нейросеть Мид Джонни. Друзья, это были самые интересные и важные, по нашему мнению, новости прошедшей недели. Это наш дебют, и нам важна ваша обратная связь. Как вам формат? Пишите в комментариях.